Всем привет, это Тубус Шоу, меня зовут Егор, и сегодня мы заканчиваем разбор документального фильма Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Ленину удалось надолго очистить Россию от умных, образованных, мыслящих людей. Он совершил не только государственный переворот, он произвел целый переворот в душе народа. В России был заложен новый антропологический тип, новое выражение лиц появилось у советских людей. Знаете, как называли тогда эту шишечку у Буденовки? Умоотвод. Между прочим, не для этих людей были заготовлены эти костюмы с головным убором, стилизованным под старинный русский боевой шлем. Авторы костюма художники Воснецов и Бернстам. Костюмы в огромном количестве и хранились на складах, а заготовлены они были, знаете, для чего? Для парада русской армии победительницы в Берлине. Как вам кажется, к чему эта сентенция? Не большевики придумали Буденовку? И что? Это отменяет победу только что созданной Красной Армии над белогвардейскими частями, поддержанными Антантой и возглавляемыми кадровыми офицерами с боевым опытом? Каким образом? И что значит не для этих людей были заготовлены? Между прочим, не для этих людей были заготовлены эти костюмы. А для каких? Эти люди прибыли с другой галактики? Не случись в России двух революций подряд и выиграй Россия войну, кто пошел бы за планированным парадом в Берлине? Бердяев? Зинаида Гиппиус с полоумным Мережковским. Что в императорской армии, что в Красной служили те же самые крестьяне? Они бы и пошли. Но так уж получилось, что большинству из них война за интересы белых господ оказалась не близка. Итак, очередная байка, не имеющая ни единого документального подтверждения. А между тем, приказом Народного комиссара по военным делам от 7 мая 1918 года за номером 326 был объявлен конкурс на лучший проект формы одежды для РККА. Из текста приказа. Предметом конкурса является проектирование обмундирования рабоче-крестьянской Красной армии, заключающего в себе одеяние, обувь, снаряжение для пехотинца и кавалериста и головной убор. Формы обмундирования, вполне отличаясь от старых, должны быть спортивно строгими, но изящными в своей демократической простоте и отвечающими по стилю духу народного творчества. В конкурсе приняли участие Воснецов, Кустодиев, Язучевский, Аркадьевский и другие известные русские художники. Советский и российский историк Сапельняк Борис Николаевич в своей статье «Рождение Буденовки» пишет, работ было выставлено так много, что здание 5-й гимназии стало центром художественной жизни Москвы. Эскизы большинства образцов формы сохранились. Благодарить за это надо фотографа комиссии Виноградова. И далее. Окончательный вариант головного убора красноармейца, как и форму одежды, скомпоновали из нескольких. В его основе силуэт куячного шлема и шлема богатырского, выкованного из металла с кольчугой, прикрывающей глаза и назатыльником. Постановлением Реввоенсовета Республики от 13 декабря 2018 года предлагалось утвердить представленный специальным отделом тип головного убора и заказать через главное военно-хозяйственное управление первую партию в 4000 штук. Если Буденовки уже имелись в наличии, то зачем, спрашивается, проводить конкурсы, печатать доклады, заказывать, создавать комиссию по пошиву? Зачем? Чтобы мистифицировать потомков? Что правда у большевиков в 18 году не было других забот? На снабжение войск этот головной убор был принят в январе 19 года. Однако на практике зиму и весну красноармейцы в основной своей массе продолжали носить произвольные головные уборы, так как пошив Буденовок был организован плохо. А вот что действительно досталось от старой армии, так это весьма значительные запасы ткани и мощности швейного производства. В итоге руководство РККА этим воспользовалось и в течение второй половины 19 и первой половины 20 года удалось, наконец, одеть в примерно единую форму большую часть армии. Никаких заказов императорского двора, естественно, не сохранилось. На упомянутые приказы также ссылается в своей статье Буденовка Печейкин Александр Валерьевич, ведущий научный сотрудник Центрального пограничного музея, кандидат исторических наук. А полный текст приказов можно найти в той же статье Сапельника «Рождение Буденовки». Кстати, приказ о проведении конкурса обнаружил в архивах именно он. В России случилось невероятное. Худшее стало править лучшим, минус поменялся на плюс. То, что веками считалось пороком, стало добродетелью. Вот так начиналось вырождение нации. Эти кадры мы снимали у стены некогда знаменитого Жигулевского завода в Самаре. Вот мы говорим, назад к Ленину гибель. Да, но и то, что происходит сегодня, ужасно. Мы окончательно превратились в страну воров и нищих. Наверху жулики, внизу люмпины. Здоровая часть народа, способная к возрождению, посередине. Она редеет день ото дня. Процесс люмпинизации смертелен для будущего страны. Из этой темной, злобленной, потерявшей ориентиры массы, можно лепить слепую силу. Нужен только вождь, который найдет ключ к душам этих людей. И каким будет их вождь, такой будет и страна. Все это мы видели на примере истории России. Узнаете? Ну да, все тот же нескончаемый плач интеллигента о гибнущей России. Гибнет, гибнет Россия, никак не погибнет. Но уважающий себя интеллигент просто обязан оставить потомкам какой-нибудь внушительный труд, посвященный этому процессу гибели. Пухлую книжку, манифест или на худой конец документальный фильм. Остановить обнищание любой ценой. Укоротить преступников и остановить обнищание. Только так можно спасти Россию и ее будущее. Ну а закончить свой монументальный труд, состоящий в основном из вранья, нытья, баек и собственных фантазий, интеллигентный человек должен советом. Как спасти Россию. Советом, который мы, простые смертные, не обязательно должны исполнить, но который останется в веках. И будущие румяные гимназистки за чтением княжонки Светоча вздохнут и скажут «Боже, как он был прав! Как дальновиден и прозорлив!» И в самом деле, какие простые и гениальные слова! Как все просто. И в то же время, как изысканно. Как же это мы сами не додумались. Как же никто до этого не додумался, а только Говорухин, читая Ильина, Солженицына и работая в архивах. Взять и остановить обнищание. Так просто. Или вот еще один простой совет от режиссера. Что надо делать? Да. Я бы. Я считаю, что надо. Ну, во-первых, забыть эту химеру, Советский Союз. Его нет и не может быть. Сегодня союзные отношения должны формироваться вокруг России, но с выбором. С выбором. Потому что Россия настолько огромна и могуча, что она никого не должна привязывать к себе, но и не каждому должна разрешить пристегнуться к своей упряжке. Во-вторых, нужно в считанные дни создать российскую государственность. Нужно принять собственные акты независимости. Как он любит эти простые советы. Даже на развал страны потребовались годы. А уж на создание государственности заново времени уйдет точно гораздо больше. Наконец. Надо бороться не с трупом Ленина, не с его памятниками, а с его идеями, с наследием Ленина, с ленинизмом. Так вот оно зло. Не гражданская война и распад страны. Не рост националистических настроений. А идеи Ленина, которые давно застыли в бронзе на привокзальных площадях и в железных обшарпанных буквах славок и ПСС над центральными гастрономами. Я вам уже говорил, я представитель мира искусства, я не политик. Поэтому все, что я сейчас скажу, можно на это наплевать и забыть. Но я так думаю. И думаю, что еще кто-нибудь так думает. И, наверное, я ему помогу сформулировать как-то его мысли. Секрет изобилия один. Страна должна хорошо трудиться. И снова это подкупающая Солженицынская простота. Надо просто трудиться. Делать зарядку по утрам, чистить зубы. Ну я никогда не держался за союз, республик. Мне казалось, что это искусственное сооружение, условия к демократии. Он должен распасться. Как же так получается? Сначала мы снимаем эпичные документальные фильмы, в которых сурово требуем суда над партией и развала страны. А потом, когда все это состоялось, возмущенно говорим о том, что необходимо остановить обнищание и поскорее создать государственность. Впечатляет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok